Всем привет! Антон, АМК-сервис. Сегодня мы меняем на Лансере 9 жидкость в ГУРе. Но это в принципе не важно, что это Лансер 9. Смысл в том, что жидкость в ГУРе можно заменить таким способом на абсолютно любой машине, если у вас в доступе как раз вот эти вот два шланга. Сейчас мы все поближе покажем. Для этого нам нужна жидкость ГУР. Это в этом данном случае АТФ-ка. Шприц, клещи с боковым захватом для того, чтобы снять хомут. Вот такой вот кусок трубочки, заглушенный шариком. Либо как вот здесь будет видео по замене рейки, я там глушил это просто болтом. То есть разницы особо нет. Шарик это болт, просто чтобы была заглушена трубочка. Вот. И соответственно вот такая вот емкость. Просто обычная обрезанная бутылка. Можно там от любой жидкости отрезать. И не обязательно такой большой, достаточно литра. Вот. Что мы делаем? Мы снимаем шланг обратки. Как понять, что это шланг обратки? Прямой шланг он подает на ГУР. А обратка приходит с рейки. Поэтому мы снимаем шланг обратки. Лучше подложить сюда тряпочку, чтобы меньше капнуло на кузов. Сейчас мы проложим тряпочку и продолжим видео. Теперь проложили тряпочку. Закрепили емкость каким-нибудь образом. Просто большую емкость здесь проще зафиксировать. Снимаем хомут. С обратки. Если вы хотите меньше испачкаться, берем вот такой шприц, оттягиваем всю жидкость. Это самый такой чистый способ. Можно просто сделать чуть-чуть побыстрее, подложить тряпочку, потихонечку снять хомут и снять сам шланг. Заранее подготовили трубочку нашу заглушенную. И потихоньку вот так вот покачивая, снимаем шланг, подводим трубочку, одеваем трубочку. Вот у нас выскочило буквально несколько капель. Теперь разворачиваем в емкость и держим там. А в бачок заливаем свежую жидкость. Чтобы больший объем был свежей жидкости, лучше все-таки откачать. Так будет обмен быстрее и меньше жидкости на это у вас уйдет. Вот буквально сколько, 150 грамм оттянули. Можно просто, конечно, чуть-чуть снять, скинуть с катушек подводящие провода. То есть вот эти сняли и покрутили мотором, он точно так же через обратку все выплюнет. Ну а мы, в принципе, сейчас просто зальем свежее масло. И будем дальше уже крутить. То есть бачок у нас полностью заполнен. Вот прям по горлышку. Почему мы перелили? Чтобы просто у нас было больше жидкости, которую можно прокачать. Мы сняли катушки, чтобы было нагляднее, потому что если мы просто заведем, отсюда пойдет фонтан. И будет это не настолько информативно в тот момент, когда вы увидите свежую жидкость, которая пойдет из обратки. Теперь вот начинается самый сложный момент. Что в этот момент вам понадобится второй человек. Потому что кто-то должен держать трубку, а кто-то будет крутить. Поэтому крутим. Вот, смотрим. Стоп! Вот теперь у нас ушла жидкость. И можно долить еще. Доливаем жидкость. И теперь из-за того, что у нас емкость абсолютно пустая, у нас будет абсолютно новая чистая жидкость. А в системе уже практически все заполнено. Снова так же налили полную. И опять крутим. Стоп! Вот пошла уже абсолютно чистая жидкость. Теперь делаем обратную операцию. Подводим рядышком трубку. И вот таким вот образом одеваем. Все убираем, протираем, доливаем до уровня. Одеваем коннекторы на свечные катушки. Заводим и крутим два раза вправо-влево руль. После этого доливаем до уровня. Если это потребуется. Как видите, уровень у нас выставлен максимальный. Сейчас мы подключили свечные катушки. И заводим мотор. И смотрим, уйдет ли у нас еще жидкость. И... Теперь вправо-влево сейчас покрутим. Нет, все. Как видим, вот у нас все полностью. Так же остался полный уровень. Все. Замена жидкости произведена. Если видео вам было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мы будем снимать еще видео по обслуживанию автомобиля. В котором будем какие-то лайфхаки, какие-то приколюшки показывать. Которые просто позволяют это сделать удобно и быстро. Если вам все понравилось, еще раз спасибо вам за просмотр. А так, всем пока. Пока.